Девушки отдыхают Город Грозный, когда-то русская крепость Грозная, с его двухвековой историей, кажется, навсегда ушел в прошлое. Я с грустью смотрю советский фильм 1953 года, чтобы понять, каким был Грозный ровно 70 лет назад. На кадрах городу 135 лет. В самом сердце на проспекте Орджоникидзе возвышается памятник Сталину. Это не просто монумент. Это символ эпохи. Воплощение мощи и воли, величественно встречающей взгляды прохожих, как бы напоминая о могучем прошлом. О временах, когда история оковалась в тяжелых испытаниях и героических подвигах. Стоя перед этим памятником, неизбежно чувствуешь связь времен. Ощущаешь вес истории, тяжесть и значимость тех событий, что отпечатались в камне и в памяти города. Владимир Ленин, Иосиф Сталин и Николай II сделали Россию великой державой. Это слова Путина, чьим верным пехотинцем называет себя Рамзан Кадыров. Но сегодня вы не найдете на улицах Грозного даже малейшего упоминания об этих исторических личностях. Больше того, мы видим, как министр образования России покорно едет в столицу субъекта Федерации город Грозный и отчитывается перед Рамзаном Кадыровым и его нукерами, что приказание кастрировать национальную и историческую память России исполнено. Министр Кравцов называет этот позор восстановлением исторической справедливости. А то, что Рамзан Кадыров построил Шариатский Эмират в Чечне, причем давно... Полу-независимое государство, почти без пяти минут независимое на территории Российской Федерации... С собственной армией, с собственными законами, где Шариат является главным и основным законом. Где российская законодательность соблюдается только в той части, пока удобно это Рамзан Ахмановичу. По-своему он даже прав, а почему нет? Тем более, если говорить, что ему эту возможность не просто дали, ему как бы сказали, чтобы он это так сделал. Как можно было, по мнению Кремля, подавить чеченский сепаратизм? Ну... Возглавив его. Ну, возглавив его, поставив человека, который как бы сделает, чтобы все было тихо, гладко, чтобы на поверхность ничего не выходило, а взамен пусть делает, что хочет. Ну, вот он сделал, что хотел. Сейчас невозможно себе представить памятник Сталину, Ленину или Николаю II в Грозном. Уверен, даже одиночный пикет на улицах Грозного с фотографией этих выдающихся людей будет грозить не штрафом или тюрьмой, а пулей в лоб. Никаких предупреждающих выстрелов в воздух не будет. Смельчака застрелят, как собаку, и потащат по улицам Грозного в назидание другим. Чеченцы не только отвергают русскую историю, но и готовы взять реванш, чтобы написать собственную историю побед над Россией. За два года войны в плену у так называемой Украины оказались тысячи русских солдат. Но среди них вы не найдете ни одного чеченца. Чеченцев мгновенно выкупают или обменивают. На вопрос, почему чеченский воин ценится дороже, чем русский, ответ простой. Комплектовать батальоны шейха Мансура русскими бойцами нелогично. Факт избиения сыном Кадырова русского парня, осквернившего Коран, четко дал понять, что война идет не только на так называемой Украине. Сегодня это скрытая война, но с абсолютно понятными целями и задачами. Инсценировка еврейских погромов в Дагестане – это просто репетиция. Никто не помнит на территории бывшего СССР еврейских погромов. Зато свежа память о русских погромах, об изгнании русских людей с русской земли. Это уже происходило ранее на Кавказе и в Средней Азии. Произойдет и сейчас в России, как только наша армия захлебнется на Украине. Тысячи солдат, которых мы теряем в боях за Авдеевку и Углидар, скоро нужны будут Родине. Не забывайте, что в Грозненском нефтяном районе залежи нефти и газа исчисляются миллионами тонн. И Чечня вполне способна повторить опыт запрещенной на территории России ИГИЛ с одной лишь разницей. У нее не будет нужды доставлять боевиков из-за границы. Десятки миллионов солдат армии и шариата уже рассредоточены по всем городам Российской Федерации и ждут приказов. Наши враги, которые в 90-х финансировали сепаратизм Чечни, стали еще злее, богаче и ждут реванша. На одном из недавних религиозных праздников, сразу после награждения руководителями Татарстана и Карачаева Черкесии Адама Кадырова, Рамзан Кадыров заявил. «Наших отцов, дедов называют предателями. Их за это выслали и предали позору. На самом деле предателем был Сталин. Но тогда мы были слабыми, а сейчас мы сплочены, сильны и можем дать отпор кому угодно». Путин не Сталин, это понятно каждому. Но если бы сердце президента действительно болело за Россию, то сегодня он боролся бы не за памятники Пушкину и Екатерине Второй на Украине, а вернул бы вместе с названиями улиц российские памятники в Грозном. В фильме 1953 года «Город Грозный» упоминается много русских фамилий. Чернокозов, Попов, Свинцов, Чапатаев, Даранов, Грачев, Сайко. Десятки тысяч русских людей около двухсот лет жили в процветающем Грозном, гордились своими предками, надеялись на светлое будущее своих потомков. Их имена сегодня забыты, внуки и правнуки убиты или изгнаны за пределы Чечни. Важно донести президенту и правительству Российской Федерации, что создание армии шариата станет невозможным в городе русской славы, коим по праву является Грозным. Россия массово восстанавливает памятники Сталину и павшим героям Великой Отечественной войны в ДНР и ЛНР. Это очень правильно. Но в возрождении исторической памяти нуждаются не только новые регионы. «В чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим» – это слова Иосифа Виссарионовича Сталина. Не хотят чеченцы учить историю по нормальным учебникам, будут испытывать ее на своей шкуре. Если ты за восстановление русских памятников в Грозном, подпиши петицию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова